Книга пророка Иаиля. Глава первая. Слово Господне, которое было к Иаилю, сыну Вафуила. Слушайте это, старцы, и внимайте все жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваших или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду. Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте все пьющее вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших. Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный. Зубы у него зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы. Опустошил он виноградную лазу мою и смоковницу мою обломал. Ободрал ее догола и бросил. Сделались белыми ветви ее. Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности своей. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господни. А пустоши на поле сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте виноградарей о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле, засохла виноградная лоза, и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальма и яблоня, все дерева в поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Припояштесь вретищем и плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря, войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу. О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет Он. Не пред нашими ли глазами отнимается пища от дома Бога нашего, веселье и радость? И стлели зерна под глыбами своими, опустили житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, томятся и стада овец. К Тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все дерева в поле. Даже и животное на поле взывает к Тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбища пустыни. Глава вторая Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный. Как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов. Пред Ним пожирает огонь, а за Ним палит пламя. Перед Ним земля, как сад Эдемский, а позади Его будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от Него. Вид Его, как вид коней, и скачут они, как всадники. Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому. Как сильный народ, выстроенный к битве. При виде Его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своею дорогою и не сбивается с путей своих. Не давят друг друга, каждый идет своею стезею и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Пред ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глаз свой пред воинством Своим, ибо весьма многочислено полчища Его, и могуществен исполнитель слова Его, ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит Его? Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко Мне всем сердцем Своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не жалится ли Он и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. «Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание, соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев, пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят, пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их? И тогда возревнует Господь о земле Своей и пощадит народ Свой. И ответит Господь и скажет народу Своему, вот Я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчища его в море восточное, а заднее в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чадо Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет неспослать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточилия виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, и злию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И так же на рабов и на рабынь в те дни излию от духа моего, и покажу знамение на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма, солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Глава третья Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, И там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий и отдавали отрока за блудницу и продавали отраковицу за вино и пили. И что вы мне, Тир и Сидон и все округи филистинские, хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши, потому что вы взяли серебро мое и золото мое и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваше. И сынов Иуды и сынов Иерусалима продавали сынам эллинов, чтобы удалить их от пределов их. Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и придам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их совеям народу отдаленному. Так Господь сказал, провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ротоборцы, перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит, я силен, спешите, исходитесь все народы окрестные и соберитесь туда, Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилие переливается, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой, и возгремит Господь Сиона, и даст глаз свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей. И будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноклеменники проходить через него. И будет тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник и будет напаять долину Ситтин. Египет сделается пустынею, и дом будет пустою степью, за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе. Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 253-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы читаем и изучаем 29-ю книгу Священного Писания, книгу Пророка Иоиля, в которой всего три главы. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим отрывок из второй главы книги Пророка Иоиля. Вот что сказано в 23-м стихе. «И вы, чадо Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет неспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде». Что означает фраза «дождь ранний и поздний»? Какое именно благословение здесь Господь обещает Своему народу? Вот что на эту тему мы находим в 11-й главе книги Второзакония, стихах с 13-го по 15-й. «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться». Мы узнаем таким образом, что ранний и поздний дождь обеспечивал плодородие на земле, корм для скота и жизненную основу для людей. Говоря языком календаря, ранний дождь начинался осенью. Он подготавливал почву, часто иссохшую и потрескавшуюся после знойного лета, для того, чтобы она могла принять семена зерновых. Посев зерновых таким образом осуществлялся после сезона ранних дождей. Сезон же поздних дождей выпадал на весну для того, чтобы злаки могли выколоситься и набрать силу. Вот что об этих сезонах дождей сказано в пятой главе книги пророка Иеремии, в стихе двадцать четвертом. «Убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы». В контексте описания раннего и позднего дождя появляется новая тема. Седмицы, предназначенные для жатвы, то есть недели, предназначенные для жатвы. Что это такое? В шестнадцатой главе книги «Второзаконие» читаем стихи девятый, десятый, шестнадцатый и семнадцатый. «Семь седмиц отсчитай себе». Начинай считать семь седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц Господу Богу твоему. По усердию руки твоей сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. «Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лица Господа Бога твоего, на место, которое изберет он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущий. И никто не должен являться пред лица Господа с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое он дал тебе». Итак, мы узнаем, что фраза «хранит для нас седмицы», которая описывает Божье благословение, является ссылкой на праздник седмиц, который предписан Торой. В книге Левит в 23 главе стихи 15 и 16 говорят «Отчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, семь полных недель, до первого дня после седьмой недели отчитайте пятьдесят дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». Этот праздник седмиц называется также Пятидесятницей, ибо на пятидесятый день после первого снопа приносили новое хлебное приношение Господу. Праздник Пятидесятницы связан с неделями, которые, в свою очередь, связаны с ранним и поздним дождем. Ранний и поздний дождь — это весть о празднике седмиц, о празднике Пятидесятницы. Именно об этом говорит пророк Иоиль во второй главе своей книги. Теперь прочитаем в этой же второй главе стихи с 28 по 32, которые описывают, что в пророческой перспективе произойдет на праздник Пятидесятницы. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. «И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Пророк Иоиль, используя образ раннего и позднего дождя, который связан с праздником Пятидесятницы, пророчествует об излите дождя Святого Духа, будет ранний и поздний дождь Духа Святого. Это будет связано со спасением, во-первых, на горе Сионе и в Иерусалиме, то есть спасение для Божьего избранного народа, народа израильского, и сказано у остальных, которых призовет Господь. То есть это пророчество связано со спасением для всех народов земли. Каким-то образом, благодаря излитию Святого Духа, весть о спасении достигнет других народов. Пришло время, и это пророчество исполнилось. Вот что мы читаем во второй главе книги Деяний Апостолов в первых семнадцати стихах. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его на речи. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии, говорящие не в силе галилеяне, как же мы слышим каждый собственное на речи, в котором родились, парфяне, и мидиане, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Помфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Керинеи, и пришедшие из Рима, иудеи, и празелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, встав с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, «Мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророкам Иоилем, и будет в последние дни, говорит Бог, излию от духа моего на всякую плоть». Именно в день Пятидесятницы, в соответствии с пророчеством Иоиля, происходит излитие Духа Святого. Результатом в тот день было то, что описано в сорок первом стихе второй главы. И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. Пришло спасение, как и предсказывал пророк Иоиль. В контексте излития Духа Святого на Пятидесятницу, на праздник Седмиц. Пророчество Иоиля также говорило о том, что спасение будет и у остальных, не только у иудеев, и у остальных, которых призовет Господь. В восьмом стихе первой главы книги Деяния Апостолов содержатся слова Иисуса Христа. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Когда излился Дух Святой на Пятидесятницу, ученики получили сверхъестественные способности, в том числе дар иных языков, способность говорить на языке, которого человек не учил. Именно благодаря этому апостолы обрели способность быть свидетелями, свидетелями, глашатаями Божьей истины не только в Иерусалиме, в Иудее, но и в Самарии, и даже до края земли. Таким образом, пророчество Иоиля исполнилось, что спасение придет и к остальным народам, которых призовет Господь. Как рассказывает книга Деяния апостолов и далее послания апостольские, благодаря дару иных языков, апостолам удалось донести весть о спасении в разные уголки Римской империи, и порою даже за пределы ее. Это было излитие дождя Святого Духа. Однако в книге пророка Иоиля говорится о двух дождях, о двух излитиях Духа Святого, о раннем и позднем дожде. Излитие Святого Духа у пророка Иоиля связано с некоторыми природными явлениями. Прочитаем вновь стихи 30 и 31 во второй главе книги пророка Иоиля. «И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма, солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный». Несмотря на то, что Дух Святой в действительности излился в первом веке нашей эры, в день Пятидесятницы, событий, которые описаны в 30 и 31 стихах, не было. Согласно пророчеству, они должны произойти прежде, нежели наступит день Господень великий и страшный. А это для нас все еще впереди. Таким образом, исполнилось пророчество о раннем, первом дожде Святого Духа, но еще впереди излитие позднего дождя, второго дождя Святого Духа. И второй дождь этот будет прямо перед пришествием Господа. Подобно тому, как в сельскохозяйственных сезонах земли Израиля второй дождь нужен был для того, чтобы дозрела жатва, точно так же, как мы читаем в книге Откровения, поздний дождь Святого Духа необходим для того, чтобы земля созрела для жатвы. 14 глава, стихи с 14 по 16. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела, и поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Благая весть сегодня заключается в том, что Бог исполнил пророчество Иоиля, явил спасение, послал сверхъестественные дары Святого Духа. Это вселяет в нас уверенность в исполнении оставшейся части пророчества Иоиля. Скоро наступит излитие позднего дождя Святого Духа. Времена Пятидесятницы Первого века повторятся. И это благая весть.